Значит, в целом надо знать, что женщина является сердцем мужа. То есть женщина, она имеет чистый разум по природе, и её склонность к вере является, ну, как бы её природой. То есть женщина, она верит, потому что ей верится. Ну, то есть это её природа верить. И в кого ещё не верить, как в Бога? Ну, то есть Бога верить правильнее всего, и это понятнее всего, что верить не в Ленина, не в кого-то ещё, а в Бога. Это понятно очень. Понимаете, поэтому сама природа женщины верить, и не надо сравнивать это с мужчиной, потому что природа мужчины – это двигаться к вере, понимаете? Это большая разница верить и двигаться к чему-то. Мужчина имеет сильный разум, но он нечувствительный. То есть ему надо искать истину, ему надо пытаться это понять. И сама среда, в которой живут мужчины и все люди, в принципе, она не способствует вере. Понимаете, сейчас общество верит в деньги, а не в Бога. В целом, если взять общество, то верится только в деньги и в развитие своё, особенно в Москве. Потому что люди верят в развитие и в то, что деньги им помогут в жизни и положение в обществе, и знания также, знания, как вести дела и так далее. То есть в это люди верят. И так как, понимаете, мужчина всегда занимает в обществе ту веру, которую занимает общество. Ну то есть общество вот считает так в целом, и мужчина тоже живёт так, потому что мужчина – это существо социальное. Женщина – это существо семейное, а мужчина – социальное. Природа у мужчины социальное, поэтому ему трудно верить в то, во что общество не верит, или, допустим, что не общепринято. Понимаете, для него к этому надо ещё прийти. Это не просто для него к этому прийти. Поэтому в этом заключается равенство между мужчиной и женщиной. Женщина – вдохновляющее начало, а мужчина – двигающееся начало. То есть женщина, допустим, она верит, но ей трудно в вере развиваться. Она даже часто не понимает, что значит развиваться в вере. Она думает, что она развивается, а на самом деле стоит на месте. Часто так бывает. Но она может верить. Развиваться ей тяжело, верить ей легко. Мужчине легко развиваться, тяжело верить. Понимаете? В этом заключается разница. Поэтому Бог создал так, что женщина вдохновляет мужчину верить. Как она вдохновляет его. Если у ней есть вера настоящая в Бога. Не понятия духовные, а вера. Понимаете, чем отличаются понятия от веры? Вера, она соткана из любви. Потому что Бог сам соткан из любви. Если женщина хочет мужчину сделать верующим, это уже не любовь. Это желание использовать кого-то для своего счастья. Вот почему, разберитесь сначала, для чего вы хотите его сделать верующим. В чем причина? В том, что вам легче будет и счастливее с ним тогда жить. Но это и означает эгоизм. При чем тут вера? Это эгоизм чистейшей воды. Просто он как бы под верой скрыт. И в этом случае человек не будет на это покупаться, поддаваться. Потому что чистота рождает чистоту, а эгоизм рождает эгоизм. Часто бывает так, что родители хотят сделать детей вот такими. Не потому, что они хотят им лучше, как им кажется. Потому что они хотят наслаждаться тем, что они будут хорошими. Вот в этом заключается тайная проблема, которая и не дает возможность детям меняться. Или мужу. Поэтому, если вы спросили меня, можно ли мужа привести к вере? Нет, нельзя. С другой стороны, можно ли так жить, чтобы муж стал верующим? Нужно так жить. Но это не означает привести мужа к вере. Это означает жить так, чтобы он увидел в этом смысл. Но если вы будете его вести к вере, или близкого человека вести к вере, тогда в этом случае что произойдет? Он почувствует давление. А в этих вопросах не может быть давления. Вот, допустим, вас кто-то ведет к тому, чтобы выйти за кого-то замуж. Вы испугаетесь, нет? Вот вас ведут замуж к одному человеку. Страшно, так? А вера – это еще более интимная вещь, чем замужество, понимаете? Потому что вера, она глубоко-глубоко в сердце человека живет. А замужество чуть повыше. Повыше, понимаете? Не так глубоко, как вера. Поэтому вера, так как интимнее, поэтому к ней вообще нельзя никого вести. Если человек сам захочет веру пойти в какую-то, он пойдет. Но вопрос заключается, почему человек хочет этого. Вот в чем вопрос. Потому что он видит там любовь. Любовь является основополагающим принципом развития человека. То есть человек движется всегда в сторону любви. Он не движется в сторону идеи, понимаете? Если он увидит, что вы смиренно себя ведете из-за того, что вы верующие, что вы хорошо к ним относитесь из-за того, что вы верующие, что ваши подружки тоже хорошие из-за того, что они верующие, он увидит в целом эту среду веры, тогда он этим вдохновится и начнет двигаться в этом направлении. Единственное условие заключается в том, что человек, с которым вы встречаетесь, не должен быть ненавистником веры в Бога в целом. Вот такие люди никогда не приходят к Богу, понимаете? Или приходят когда-нибудь потом. Может, не в этой жизни. Понимаете, здесь как должно быть? Человек не против веры. Он нормально относится к этому. Означает, он уже развивается в этом направлении. Есть еще одна проблема. Может так случиться, что он развивается в направлении веры, но разовьется не в ту веру, в которую вы хотите, чтобы он верил. Это нормально. Ну все, тогда нет проблем. Потому что иногда человек развивается не туда, куда мы хотим. У него свое в сердце, понимаете? Здесь ничего с этим не сделаешь. Я еще одну вещь хочу вам сказать, вот в дополнение и завершение всего, что я уже сказал. Это то, что на самом деле быть верующим человеком не так просто. И многие люди думают, что они верующие, но они не верующие на самом деле. Потому что на самом деле верующий человек, у него есть отличие. Отличие заключается в том, что у него есть духовный наставник. Это вот такое серьезное отличие. Понимаете, есть культура религиозная. И когда человек в этой культуре живет, он все правила выполняет, на службы ходит, все делает как положено. Но у него при этом, просто это в рамках культуры его внутренней, эстетического чувства происходит, понимаете? Но вера в Бога это выше этого процесса. Потому что вера означает, что человек выполняет наставления. Он не просто ходит и делает то, что он считает нужным, он выполняет наставления. Вот когда человек выполняет наставления, тогда вера начинает менять его судьбу. Потому что сам человек из своей скорлупы не вылезет. То есть он просто ходит, просто делает что-то. И это хорошо. Но если у человека нет наставника духовного в его традиции духовной, в данном случае в вашей православии, то есть у вас должен быть православный наставник. И это означает, что он должен обладать очень возвышенными качествами. Для того, чтобы вы ему верили. И это означает также ваше развитие. То есть в этом случае вы выше судьбы будете. То есть судьба уже не может в полной степени на вас влиять. И с этой точки зрения, если вам по судьбе положен антагонизм с мужчиной в вопросах идеологии, а вам он положен, потому что такова ваша судьба, потому что вы сами антагонистично относитесь к мужчинам в плане их понятий, это касается не только этого человека, это касается всего по жизни, что у вас было. Вы в личной жизни не доверяете мужчине, не доверяете его понятиям, вы всегда с ними сражаетесь с этими понятиями. Из-за этого вы уже сильно пострадали до этого. Такова ваш экзамен судьбы вашей в личной жизни. И здесь может быть то же самое. Нельзя сказать, что этот человек уже направлен против вас. Нет, но вы можете это сделать. Благодаря давлению своему, понимаете, давлению. Но если вы примете наставника духовного, это давление пройдет, потому что он вам передаст настоящее понимание, что такое вера в сердце ваше. Вера в Бога ничего общего с давлением не имеет вообще. Большинство людей думают, что надо всех тащить в свою веру. Это глупость, которая исходит из неверующего сердца, потому что верующее сердце, оно просто раздает аромат. Аромат любви к Богу и все. У него нет идеи кого-то куда-то тащить, менять и так далее. Когда аромат любви к Богу пошел из сердца, тогда все это заканчивается.